Валерий Седов Новый год. Время подводить итоги. О своей работе за год рассказали в Академии тенниса имени Озерова. А поделиться есть чем. Уходящий год для Академии и Федерации тенниса Рязанской области стал одним из самых результативных. Достигать высот ребятам не помешали ни пандемийные ограничения, ни политическая ситуация в мире. Начнем с того, что Анастасия Гасанова, которая с 2015 года занималась в нашей Академии, вышла в основную сетку открытого чемпионата Франции. Легендарного Ролан Гарос. Попасть в квалификацию любого из четырех турниров большого шлема – это уже большая удача для любого молодого спортсмена. А Настя благодаря своему таланту перешагнула этот рубеж и теперь входит в топ-150 лучших спортсменок мира. А еще в этом году выдающегося результата добилась Александра Малова. Она победитель личного первенства России по теннису до 15 лет. Титова Маргарита заняла третье место. В парном разряде девочки завоевали серебро и, получается, собрали полный комплект наград. Парни, кстати, тоже не отставали. В командном первенстве России до 15 лет сборная команды девушек Рязанской области завоевала серебро. Наши юниоры взяли бронзу. В командном первенстве России до 13 лет команда девушек – третье место. В Североссийской спартакиаде учащихся 2022 года команда девушек заняла третье место. Победители и призеры итогового турнира Олимпийской надежды России. Первое место до 15 – Александр Малова. Второе место до 13 – Ксения Чебелева. Второе место до 17 – Вадим Рабузаев. Есть пьедесталы и на международных стартах. G4 – ИТФ в Армении. Второе место – Василиса Куприянова. W15 – ИТФ в Египте. Второе место – Елизавета Масная. Это далеко не полный список достижений спортсменов Академии Озерова. Каждую неделю воспитанники становятся победителями и призерами турниров различных категорий. В сборной команде Рязанской области 41 спортсмен. 8 из них – члены сборной команды России по теннису. База Академии отвечает стандартам проведения международных и всероссийских турниров. А в этом году Академия провела 30 турниров российского теннисного тура. А вот достижения, в кавычках, жителя Клепяковского района потянет на серьезный срок заключения. Мужчина украл у родной бабушки почти миллион рублей на наркотики. Суд уже вынес свой вердикт. Суд установил, что история преступления началась в феврале 2022 года, когда осужденный распивал спиртное в компании знакомых ему мужчины и женщины. Когда женщина от выпитого спиртного уснула, он воспользовался ее телефоном, с помощью которого перевел со счета потерпевшей на свою банковскую карту более 50 тысяч рублей. Денежные средства были им обналичены и истрачены по своему усмотрению. Спустя месяц он повторил махинацию, но уже с родной бабушкой. В марте 2022 года он проживал в доме своей бабушки в одном из районов области. Когда бабушка в один из дней вышла из дома, он спустился в подпол сарай в поисках самогона и обнаружил контейнер с денежными средствами и купюрами по 5 тысяч рублей. Не обнаружив спиртного, он взял одну купюру и приобрел на эти деньги спиртное, которое распивал в компании до позднего вечера. Когда деньги закончились, он решил взять еще. Возвратившись к дому бабушки, он проник в сарай и забрал все деньги, которые ранее обнаружил. Всего им было похищено 980 тысяч рублей. Также в марте 2022 года он незаконно приобрел и хранил наркотическое средство в крупном размере, которое в последующем было изъято у него сотрудниками полиции. Приговором Клепиковского районного суда 30-летний, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, жителей Рязанской области осужден за кражу с банковского счета с причинением значительного ущерба, за кражу в крупном размере с причинением значительного ущерба, а также за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Всего к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В апелляционной жалобе на приговор суда мужчина оспорил осуждение, поскольку, по мнению осужденного потерпевшая, сама переводила ему денежные средства. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Рязанского областного суда приговор оставлен без изменения. Приближаются новогодние праздники. А значит, будет и новогоднее застолье, и, возможно, утреннее похмелье. Как безболезненно провести выходные? Рекомендации опытного нарколога. Главный совет, который дают специалисты, не пить на Новый год. Вообще. Но если уж так случилось, а так, скорее всего, и случится, то вот парочка советов. Нужно кушать при этом. Покушать до того, до застолья. Обязательно кушать во время застолья. И закусывать, и пить воды. Почему так? Значит, если мы употребляем пищу, соответственно, желудочно-кишечный тракт наполняется вот этой пищей. Лучше все-таки сделать акцент на жирную пищу, потому что идет обволакивание, таким образом резкое всасывание через желудок снижается. Редко праздничный стол обходится без бутылки шампанского. Только вот заканчивается она быстро. Следом, как водится, гости приходят к другому напитку, а затем к следующему. И здесь тоже важный момент. Ходит много слухов о том, мешать напитке или не мешать. И ответ есть и на этот случай. Я со смешиванием никаких проблем не вижу. Все дело в том, что разные алкогольные напитки имеют разный градус, то есть разное процентное содержание алкоголя. Но если мы будем сначала пить что-то одно, сначала, допустим, более легкие какие-то напитки, потом более крепкие, можно, к сожалению, не рассчитать дозу и получить в том числе даже и отравление. А вот утро после такого застолья – дело другое. Активность куда-то пропадает, голова кружится, живот болит. Тут надо бы побыстрее алкоголь и продукты его распада из организма вывести. Во-первых, говорит врач, плотно позавтракать. После – пройтись на свежем воздухе. О других советах от заведующего отделением профилактики наркологических расстройств Андрея Тарасова вы узнаете в передаче «Городские встречи». Премьера уже в ближайшее время. Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Вкусные и свежие продукты к вашему столу. До 31 декабря можно приобрести у торгового центра «Премьер». В историческом салоне «Аромат времени» открылась выставка, которая будет особенно интересна истинным леди. Ароматы золотого века Голливуда – те самые запахи, которыми пользовались величайшие актрисы середины 20 века с историей создания и погружением в атмосферу эпохи. Исторический салон «Аромат времени» словно фантастическая машина переносит каждого переступившего порог на 100 лет назад. В те времена, когда шляпки с фуалью, перчатки и вееры были обязательным атрибутом модниц. Примерно здесь же, неподалеку от салона, работал Максим Факторов. Позднее – всемирно известный Макс Фактор. Кстати, его звезда на аллее славы Голливуда – одна из самых ярких. Ведь именно он довел до идеала прекрасные лица великих актрис. Создал классические образы Голливуда. Даже накладные ресницы – его изобретение. И вот в пространстве салона отныне будут выставки. Ведь всех сокровищ, собранных хозяйкой, не разместить в одной комнате. И первая из сменных выставок посвящена ароматам. Это Марлен Дитрих, это Джин Харло, это Рита Хейвард, это Вивьен Ли, Кэрол Ломбард и Марлин Монро. Шесть ароматов, которые можно здесь продегустировать. Вот с помощью такой вот штучки. Здесь аромат спрятан. Можно полюбоваться на сами флаконы этих духов. Можно познакомиться с биографией этих актрис. Здесь краткая биография. Ну и, собственно, описание аромата. Марлин Монро сохраняла преданность одному аромату от Шанель. Флакончик с духами номер пять всегда имелся у нее под рукой. Когда ее спросили, что она предпочитает надевать перед вечерним сном – пижаму или сорочку, она ответила «Несколько капель Шанель номер пять». И эта фраза стала рекламным слоганом аромата. Плюс на этой выставке у меня несколько книг еще представлено, которые связаны с темой Голливуда, книги на английском языке. Это книги об истории Голливуда, об истории съемок некоторых фильмов. Ну, например, фильм «Унесенный ветром» всеми любимого. Настоящий граммофон с пластинками, плакаты и постеры середины прошлого века, а также точная копия знаменитого платья Скарлетту Харре. Выставка продлится до весны. Самое новогоднее настроение, как обычно, там, где дети. Особенно удается создать атмосферу традиционно художникам из студии «Калибри». 12 месяцев или 365 разноцветных дней – так называется итоговая выставка, открывшаяся в областной библиотеке. «Красиво было так, кому расскажу, не поверят». Цитата из сказки Сергея Козлова «Ежик в тумане» как нельзя лучше передает атмосферу новогодней выставке «Калибри». Иллюстрация к его сказкам от детей, а также к стихам Есенина «Все увиденное под другим мифологическим углом. Каждое явление природы одухотворено и очеловечно». Каждая выставка у нас с несколькими значениями. Это не исключение. Она называется «12 месяцев или 365 разноцветных дней». Как в одноименной сказке у нас собрались здесь все времена года. Все 12 месяцев. Конечно, это выставка и о том, что у природы нет плохой погоды, потому что в каждом времени года своя красота. Но еще о том, что 365 дней могут быть разноцветными, яркими, полными событий, мечтаний, путешествий и всего-всего всякого радостного, а могут превратиться в один очень длинный-длинный серый день. И вот на этой выставке мы сегодня расскажем зрителям, как сделать так, чтобы каждый день был уникален. Секреты счастья, известные воспитанникам Калибри, на этой волшебной выставке доступны каждому. Специальные открыточки на витринах хранят эти самые секреты. Спешите узнать и применить. Промышлять радость, как сказал один священник, можно и нужно каждый день. Потому что очень многое зависит от нас самих, как мы относимся к своей жизни, к своему дню. Потому что искусство жить – это великое-великое искусство. И, конечно, все виды искусств учат искусству жить. Песни и фокусы, лотерея с подарками, как и всегда, предновогоднее время особенно наполнено всякими волшебными добрыми событиями. А юные художники из Калибри лишь усиливают это волшебство. 130 авторов, помладше и постарше. Открытки, рисунки и керамика – все это в холле библиотеки. Все новогодние праздники. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте. город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Свежий улов. Чавыча, красная икра, белорыбеца. С 26 по 31 декабря. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова